На хлопку я умышленно, потому что у нас сегодня быстро ухает зубатки. На самом деле, добрый всем день, вечер или доброго времени суток, кто не знает в кое время смотрит. Сегодня мы сделаем очень быстрый суп, очень мало времени, поэтому решили сделать быстро. Она яркая, красивая, по-настоящему зимняя, не совсем летняя. Люди, которые живут на берегу Атлантики или во Владивостоке, знают, что такое рыба полосатая зубатка. В нашем центральном регионе мало знают, и тем не менее она в магазинах у нас есть. Я ее сделал, порубил, порезал. Вот такие красивые куски мяса. Это все для ухи. Сегодня у нас уха из зубатки, но не совсем обычная. Мы сегодня используем перец. Она у нас будет такая очень яркая, насыщенная. Перец, и здесь, кто видит черные вкрапления, это чернослив. Его немного, примерно на 1 кг перца, примерно грамм 100 чернослива. Оно даст определенную кислинку. Кислинку еще добавим другими вещами. Морковка, чеснок, индийский карри, что немаловажно, соль, лавровый лист. Перчик и корица. Такая будет очень яркая по вкусу уха, действительно. И я надеюсь, что вам она очень понравится. Делаем мы на оливковом масле. Редко я работаю с оливковым маслом, но сегодня на оливковом масле сделаем. Наливаем, обжарим наши овощи. Слегка, почему? Потому что здесь главное не переборщить. Вот так. Вот там виден чернослив, перчик, морковка с чесноком. Итак, у нас перемотка. Прошло 6 минут. И в итоге, смотрите, кипение практически прекратилось. Оно есть. Посмотрите, почему я говорил про наршарап. Нельзя добавлять много, потому что и так цвет ухи, обратите внимание, он розоватый. Вот это дал наршарап как раз. Тут цвет у нас еще такой падает странный, но поверьте, что он такой вот как раз. Рыбка у нас подошла, сварилась. Вот. И поэтому мы можем приступить к сервировке. Уха я ее попробовал на вкус, пока камера была не включена. Соли больше добавлять не будем. На мой взгляд, я бы чуть-чуть добавил. Вкус бы стал ярче. Но есть соль на столах. Если кому-то надо, добавьте. Я ем не очень много соли. И мне вот достаточно. Поэтому я считаю, что тот, кто не ест соль вообще, чтобы не лишать его нашей классной ухи, это будет в самый раз. Остальные могут себе чуть-чуть досолить. Тут буквально совсем малость надо добавить. Итак, наша тарелочка. Сначала мы положим, как всегда, рыбку. Очень красивую. Вот так. Немножко положим наших овощей. Чтобы попало все, в том числе и чернослив. Вот такая красота. Вот наша зубаточка отварная. Вот у нас чернослив, морковь. Сейчас все эти вкусы мы соединим бульоном. И это будет просто чудо. Обязательно в первую тарелку нальем лавровый лист. Чтобы попал. Вот такая красота. И ничего больше не добавляем. Это чудо. Аромат сумасшедший. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok